здравствуйте виноградари вы снова на канале виноградник за окном и с вами юрий егорутин сегодня хочу поделиться с вами одной своей авторской работой практически это эксклюзивное укоренение черенков почему еще до сих пор до этого никто не додумался не знаю но лично я не встречал такой информации речь пойдет о зеленом укоренение винограда само укоренение зеленых черенков винограда не является никаким эксклюзивом и очень широко применяется в среде виноградарей так чем же заключается мое так сказать изобретение и сразу скажу что такое укоренение не может и не должно быть основным его стоит применять только в особых случаях так когда же и так следующая ситуация вы приобрели черенки нужного вам сорта или гибридной формы возможно даже это новинки и они очень дорогие вы поставили их на укоренение но к вашему большому сожалению они не укоренились прошел месяц корней нет зеленые побеги вытягивают последнее питание из черенков и что остается делать да мы выбрасываем такие черенки и откладывается в душе какая-то горечь за неудачное укоренение и за потерянное время и финансы так вот в этот момент я предлагаю не выбрасывать такие черенки а отломать зеленые побеги и продолжить укоренять уже их вот в этом и будет заключаться вот та самая новизна этого укоренения винограда я конечно мог бы как заправский шабашник схалтурить взять зеленый черенок бросить его в банку с водой и сказать делайте так и будет вам счастьем а затем все это выбросить мусор и забыть и никакого мне нет дела до того работает этот способ либо не работает показал и глаз долой а вы бы попробовали и у вас опять ничего бы не получилось а это снова время и снова разочарование но я стараюсь все свои опыты доводить до логического завершения и этот не исключение и в этом ролике я покажу все это укоренение от зеленых побегов которые я отломал до получения готовых вполне пригодных для дальнейшего выращивания саженцев то есть будет показан полностью весь цикл который можно повторить и чтобы немножко вас заинтересовать на экране перед вами вы видите как раз результат такого необычного укоренения то есть способ который я вам предлагаю рабочий но есть некоторые моменты на которые я бы хотел обратить ваше внимание и без знания которых у вас может ничего не получиться в конце ролика я еще достану эти саженцы из этого контейнера и мы еще и рассмотрим их корневую систему а поэтому не перематывайте этот ролик досмотрите его до конца устраивайтесь поудобнее и не забудьте в конце ролика отблагодарить меня подпиской лайком и комментарием ведь на этот опыт у меня ушло почти шесть месяцев и так начнем предположим мы укоренили черенки и по какой-то причине например как моем случае 10 черенков в правой части экрана абсолютно не укоренились и уже скорее всего не укоренятся что мы делаем мы во первых даем возможность вырасти зеленым побегом они должны вытянуть все питание из этих черенков и длина и должна составлять хотя бы 8 10 сантиметров меньше скорее всего нет смысла даже пробовать да и за это время возможно черенки все же укоренятся и нам не придется проводить это зеленое укоренение вообще кстати признаком того что черенки уже не укоренятся будет быстрое забраживание воды после ее замены и неприятный запаха черенков который не пропадает даже после промывки их под проточной водой и следующая операция это обламывание зеленых побегов именно обломка они срезка прямо у основания глазка и уже после чего мы переходим на следующий этап непосредственно укоренение самих зеленых черенков и еще хочу сказать что именно этого момента как я обламывал именно вот укореняемые побеги которые вы видели на экране у меня нет просто когда я начинал этот опыт я вообще-то не слишком верил его эффективность но получилось по-другому и поэтому эти кадры я вам привожу просто для примера но все остальные операции по выращиванию этих черенков у меня строго задокументированы и поэтому я покажу вот на таком примере перед вами уже укорененный черенок и вот в данном случае у него образовалось два побега один побег уже очень длинный наверное сантиметров 15 длиной и поэтому я сейчас покажу как правильно нужно обломать то есть мы не отрезаем наш черенок обламываем прямо у основания вода глазка то есть вот в этом месте я обломал вот этот саженец мне уже не нужен и так мы обломали наш зеленый побег и в основании у нас получилась вот такая своеобразная пяточка и вот этот самый лучший вариант для укоренения то есть укореняться будет именно вот эта часть если же вы захотите обрезать этот зеленый побег то не нужно делать вот посредине междоузлия то есть у нас следующий узел но скорее всего что вот он правда он не слишком так выражен а следующий здесь то есть нам либо отрезать вот в этом месте 3 миллиметра ниже узла либо 3 миллиметра ниже этого узла не стоит обрезать по середине междоузлия тогда укоренение будет гораздо хуже следующая операция мы вот такой черенок зеленый черенок либо несколько зеленых черенков устанавливаем в пол литровый одноразовый стакан берем вот такой стакан над эти там всего лишь 8 миллиметров воды буквально всего ничего нижнюю часть закрываем непрозрачным материалом чтобы меньше попадала света зону корней ну по крайней мере прямых солнечных лучей если мы поставим вот этот контейнер на окно чтобы не попадали хотя есть разные мнения по влиянию солнечного света именно на укоренение но я делал так и в этот стакан вот опускаем таким образом наш зеленый черенок либо несколько зеленых черенков но в таком состоянии оставлять его не стоит сверху нужно накрыть каким-нибудь парничком и наша конструкция для укоренения будет выглядеть вот таким образом можно конечно закрепить этот верхний стакан чтобы он не упал ну в принципе можно и так воду менять можно раз в три дня раз в два дня ну просто смотрю на саму эту воду в каком она состоянии она должна быть прозрачной не мутнеть и не иметь запаха проветривать не обязательно вот там остается небольшое отверстие воздуха там будет достаточно вода потихоньку испаряется затем она конденсируется на верхнем вот этом стакане и внутри будет немножко повышенная влажность на эти моменты прошу обратить ваше внимание а на следующих кадрах вы уже увидите настоящее укоренение черенков эти черенки простояли на окне около 20 дней я наверно два раза менял в воду пару раз добавлял чистую воду если честно то я даже не надеялся а потому и не снимал этот процесс и даже в первой части у меня другие черенки показаны перед вами первый черенок вот такие три четыре корешка даже наверно побольше здесь корешков нет но есть калус белое пятнышко это калус по виду смотрите листья довольно еще зеленые то есть 20 дней они не пропали скорее всего не очень хорошо видно сейчас я наверно найду какую-то темную ткань или бумагу чтобы хорошо контрастировали белые корешки вот так на зеленом фоне хорошо видно смотрите тоже небольшие корешки но здесь уже вообще огромные переросли и даже вот такой маленький череночек укоренился корни абсолютно белые пока еще никаких признаков гибели я не вижу и поэтому сегодня я пересажу эти черенки в контейнеры с грунтом произвел посадку по два штуки в один стакан полил водичкой грунт я использую для рассады нейтральный универсальный сверху будут накрыты эти стаканчики другим стаканом вот таким то есть будет своеобразный парник но по крайней мере на первое время особое внимание нужно уделить именно грунту особенно на первом этапе укоренения использовать лучше всего покупной грунт для рассады обычно он универсальный не нужно на нем экономить этот грунт легкий воздухопроницаемый в нем корни винограда чувствуют себя по моим наблюдениям лучше всего естественно в наших контейнерах делаем дренажное отверстие чтобы не застаивалась вода многие жалуются что после такой посадки укорененные черенки погибают корни загнивают и считают что проблема в неправильном поливе я же считаю что проблема в грунте поэтому только покупной грунт легкий и воздухопроницаемый никаких смесей песка с огородной почвой обычно такие смеси тяжелые и непроницаемые для воздуха в них много задерживается воды отсюда изогнивание и очень трудно подобрать график поливов если вы собираетесь самостоятельно изготовить грунт для посадки все равно придется покупать либо торф либо еще какой похожий компонента поэтому не стоит экономить особенно если вам нужно укоренить всего лишь несколько саженцев просто приобретите этот грунт в магазине а вот при последующей пересадке вот этих уже хорошо укорененных и окрепших саженцев в большой контейнер или открытый грунт уже можно что-то смешать ведь корни в этих саженцев к тому моменту уже окрепнут я чуть позже скажу какой был у меня состав исходя из почвы мы производим поливы это может быть один раз в три дня или один раз в неделю зависимости от места расположения будет ли это у вас южное окно или северное окно но это если вы не будете применять дополнительное освещение но вот применяя такую почву проблема перелива и загнивания корней исчезает сама собой поэтому грунт это ключевое условие хорошего развития вот таким образом я их укоренил и здесь хочу еще напомнить что ключевой момент это обязательная тепличка обязательный парничок эти наши черенки зеленые черенки они не должны находиться на открытом воздухе и давайте рассмотрим мои уже укорененные зеленые черенки начнем вот этого как я уже говорил по два штуки в каждом контейнере всего лишь грунта здесь 250 миллилитров но смотрите корни отличные не могу сказать с какого именно черенка пошло столько корней либо там одинаково корней но тем не менее вот в таком виде у меня все три контейнера я хочу их сейчас пересадить уже в большие контейнеры для доращивания до осени и хочу вырастить к осени уже нормальные саженцы а сейчас просто будем извлекать эти саженцы из контейнеров маленьких контейнеров и пересаживать в большие для того чтобы нормально извлечь нужно взять стакан и вот таким образом немножко его провернуть аккуратно извлек все саженцы почти не разрушил этот ком эти обратите внимание что многие пишут что загнивают корни и вот уже этим саженцам практически около трех месяцев наверное возможно я ошибаюсь по срокам я использовал грунт для посадки рассады ни с чем его не смешивал корни не загнили прекрасного белого цвета внизу вот они растут и сейчас я буду их пересаживать в более крупный контейнер но перед пересадкой сделаю одну операцию у меня прекрасный ком не разрушенный но обратите внимание вот нижние корни они переросли уже свой контейнер и они начали закручиваться и ну возможно где-то остались закрученные корни но основная масса все-таки сейчас направлена вниз и аналогичную операцию я сделаю со всеми оставшимися саженцами вот эту операцию я считаю очень важной именно чтобы в дальнейшем корни росли именно вниз и вот не было того пучка завернутых корней пересаживать буду вот такой контейнер восьмилитровый грунт в этом контейнере смешанный одна часть песка одна часть земли с огорода и одна часть именно вот этого грунта для рассады посадку двух саженцев я произвел кстати обратите внимание эти саженцы еще не закаленные от левый саженец немножко листья хлорозят но в принципе наверное так и должно быть потому что грунта было очень мало надеюсь что вот в этом большом контейнере они будут себя чувствовать намного лучше если вы добрались до этого времени то это конечно хорошо но сейчас вас подстерегает одна коварная опасность после пересадки этих саженцев в открытый грунт очень важно провести длительную акклиматизацию так как эти саженцы находились в помещении и не видели прямых солнечных лучей то такая операция может занимать до двух недель выносить нужно на улицу сначала на время не более двух часов да и то только в тень постепенно увеличиваем это время затем нужно закрыть эти саженцы агроволокном но можно 17 плотности и только после этого они могут оставаться на солнце и затем еще в течение нескольких дней постепенно увеличиваем время нахождения под прямыми солнечными лучами и только после этого можно считать что акклиматизация этими саженцами пройдена если вы не проведете эту операцию то саженцы будут плохо расти либо совсем погибнут это кстати проверено и можете даже не сомневаться на этот счет кстати эту акклиматизацию нужно проводить не только вот таким саженцам как я вам показываю но вообще любым саженцам которые имеют зеленый прирост и которые вы пересаживаете из помещения в открытый грунт и вот пришло время показать что же у меня получилось и получилось ли мне вырастить нормальные саженцы из вот тех зеленых обломанных побегов которые у меня были ранней весной и вот такая у меня уже картина листья начинают немножко желтеть пропадать но сейчас я выкопаю эти саженцы посмотрим какая у них корневая и можно ли эти саженцы использовать именно уже в качестве посадочного полноценного посадочного материала два саженца довольно приличные вот диаметр лозы составляет наверно больше 6 миллиметров хотя это не очень много но исходя из того какой у нас был посадочный материал я думаю что результат довольно неплохой и сейчас покажу немножко поближе лозу а затем их выкопаю и покажу уже сами корни и вот так вблизи выглядит лоза моих саженцев принципе смотрите здесь имеют пасынок обрезая на два глазка вот каждый можно получить довольно неплохой посадочный материал начал я извлекать корни и обратите внимание этот контейнер полностью наполнен корнями то есть я могу предположить что возможно в более большем контейнере либо просто в открытом грунте в школке они бы выросли гораздо больше но сами можете убедиться практически сплошные корни а вот так выглядит и корневая система уже извлеченных моих саженцев единственная конечно у меня здесь по два саженцев в каждом слева два и справа два поэтому возможно корневая немножко больше выглядит если бы там был только один саженец но тем не менее я считаю что мой эксперимент по вот такому выращиванию саженцев довольно успешный и в отдельных случаях когда это требуется вот тогда когда у нас были очень дорогие черенки но они не укоренились но на них были зеленые побеги его можно даже нужно применить и вот такие эксперименты я считаю очень важными когда они начинаются от самого начала и до самого завершения я очень часто в ю тубе смотрю ролики по например по прививкам по укоренению какому-то но я не уверен что автор доводил вот такие опыты свои до завершения поэтому считаю считаю что все такие опыты вот все такие ролики на ю тубе и должны быть чтобы вы зрители увидели с чего мы все начали и чем закончили чтобы не было никаких сомнений потому возможно ли это все сделать или нет но теперь возникает вполне резонный вопрос а что же можно сделать теперь с этими саженцами естественно их можно высадить грунт но я их осенью высаживать не буду а сейчас срежу вот этот зеленый прирост оставлю по три глазка и отправлю в погреб на хранение вот такой интересный эксперимент эксперимент длиной почти что 8 месяцев я сегодня завершил а с вами был юрий и гарутин до скорой встречи до свидания пока